7 лет назад, друзья, я начал накапливать капитал. И все это благодаря книжке «Самый богатый человек в Вилоне». Я уже говорил, после того, как я ее прочитал, я начал все это дело применять на практике. Почему я начал еще тогда накапливать капитал? Что мной движело? И забегу вперед, скажу сразу, сейчас я рад тому, что я еще в тот момент начал накапливать капитал. Потому что тогда у меня уже были определенные мысли, сейчас я с вами поделюсь. Но сейчас эти мысли стали гораздо шире тому, что дает капитал. Тогда я мыслил посредственно, и сейчас я вам расскажу, как именно. И даже уже тешние мысли уже были тоже важны в тот момент. А сейчас, как говорится, они только усилились. Значит, уже тогда я понимал то, что родители не вечны. Например, если ты живешь с родителями, или они тебе помогают, что в один прекрасный момент этого может не случиться. И если у тебя нет капитала, ну тебе будет трудно прожить в этой жизни, или придется тебе идти работать на работу. И возвращаемся сразу же ко второму. То, что я не хотел идти на работу. Я не хотел работать на начальников, у меня особый к ним негатив. Я это уже частично в роликах рассказывал. И еще отдельно расскажу, и здесь это подтверждают. Я понимал то, что капитал даст мне свободное время, и даст мне подумать, в случае чего, если у меня что-то случится с работой. Я работаю на себя, друзья, и работа на себя, она сегодня, и завтра нет. Я не уверен в том, что я смогу завтра получать клиентов. Капитал подумать, и дал бы некое такое свободное время, я бы мог за счет него жить, и в это время подумать, куда бы квалифицироваться, что бы мне сделать, что бы только не идти в найм, да, что бы меня не покупали дешево, да. Я просто сразу понял, что я стоил гораздо дороже, чем меня нанимают в найме на тот момент, да. Ну и далее, четвертый такой момент, он общий из этого всего, что хотел сказать, это некий такой у меня страх. Вот это то, что я перечислил, это страх, страх. Завтра лишиться работы, но не хотеть не идти на работу, это тоже страх. И этот страх есть у каждого человека, некоторый такой инстинкт самосохранения. И я понял то, что капитал, это мне может дать плюс. Еще давайте сюда, пятое добавим, это то, что я понимал, а то, что капитал может работать на меня в будущем. Еще в тот момент я начал ложить деньги на депозит, и когда с депозита я получал деньги, независимо от работы или не работы, с минимальными силами, я понял, что деньги могут приносить деньги. Но это я уже прочитал в книжке, и я начал это тестировать вначале на банковском вкладе, и это тоже рассказывал. Вот эти вещи в тот момент, 7 лет назад, когда я начал капитал откладывать, движили. И сейчас эти вещи, они также изменились, но добавились еще другие вещи, особенно 2020 год, кризисный год, он мне помог реально осознать, насколько капитал реально иметь круто. И вот, друзья, когда настала пандемия в 2020 году, я очень хорошо прочувствовал ситуацию, когда у людей нет капитала, и когда у людей есть капитал. Вот у меня он был. Я видел, как люди жаловались, что у них нет работы, что им трудно, что люди готовы, там, не знаю, что-то либо продать, заложить в ломбард. Я со многими случаями сталкивался. И что чувствовал я, когда у меня есть приличный капитал? Я не буду даже говорить то, что я работаю в онлайне, и я все равно выиграл, от этого еще больше стал зарабатывать. Но я психологически стал спокойным. То есть моя нервная система не страдала, и я не думал о том, где мне взять завтра деньги на то, чтобы пойти в магазин, и то, что мне нужно искать работу, и тому подобное. Возвращаемся к тому, что я раньше сказал, я это уже чувствовал. То я в теории это понимал, а то я реально это прочувствовал, то, что я 7 лет назад, да, уже понимал по отношению капитала, именно на практике. Я, несмотря на пандемию, мог заходить в пятерочку, и все, любые нищики себе покупать, хоть красную рыбу, хоть икру. И плюс, вот это я осознал, но раньше это не осознал, сейчас осознал, то, что мое здоровье было спокойно. И также я осознал, сейчас я вот в 2021 году занимаюсь своим здоровьем, то, что я могу благодаря капиталу ходить в платные медицинские клиники, получать быстрые результаты и хорошее качественное обслуживание. Это я тогда тоже еще не понял, потому что со здоровьем проблемы у меня только недавно образовались, и сейчас этот капитал, еще тогда, который я начал копить, он мне помогает даже решить и проблему со здоровьем. А здоровье в наше время очень важно. Я стал спокойным быть, у меня появилась возможность заниматься здоровьем. У меня была прекрасная подушка безопасности. И 2020 год, благодаря моему развитию, он дал мне возможности посмотреть на фондовый рынок. И плюс, эту же возможность дал не только 2020 год, это дал возможность также мой накопленный капитал. Я понимаю, что у меня уже была большая подушка безопасности. Я понимаю, надо как-то куда-то его пристраивать. Я думал, покупать недвижимость, я рассказываю, но я решил понести их на фондовый рынок. И тем самым мне удалось покупать очень дешевые активы. И также в 2020 году, после того, как я зашел на фондовый рынок, я понял одну еще главную вещь. Помимо того, что я сказал ранее, про медицину и про то, что у тебя нет нервных тиков, и ты чувствуешь себя спокойно, добавился вот этот вот третий пункт. Это возможность, благодаря капиталу, покупать дешевые активы и становиться еще богаче. Этого я не осознавал. Только потом я уже понял, да, то, что на фондовом рынке можно реально покупать дешевые активы. За даром даже. Есть люди, которые готовы отдать тебе за даром. И потом я понял, то, что ты за даром можешь даже в реальном мире скупать. Не знаю, кто-то готов тебе, может быть, телевизор, да, заложить дешево, а ты знаешь, кому перепродать его дороже. Какой-то инструмент. Плюс золото, пожалуйста. Сосед может к тебе прийти. Сосед-то не обладает такой финансовой грамотностью, как ты или капиталом, прийти тебе отдать золото, и ты можешь скупить у него золото. Потом, когда у тебя-то есть капитал, ты можешь его купить, и пусть даже оно лежит сейчас, пока оно просевшее, даже золото, наоборот, выросло. Но когда все восстановится, ты его продашь и сделаешь иксы. И я понял то, что богатый в кризис богатеют. Я даже писал про это видео. Я тоже на себе осознал, то, что мой капитал реально немного, но увеличился в кризис, благодаря тому, что я купил акции на низах. Да, сейчас инфляция, все это выросло, но я осознал такую вещь, что если я буду продолжать дальше откладывать капитал и учиться его сохранять и приумножать, об этом мы поговорим дальше, то я буду все равно становиться все богаче и богаче. И все равно настанет кризис в будущем какой-то, а благодаря тому, что у меня есть капитал, я все равно стану богаче, если у меня есть знания. Я найду, что купить дешевле, куда вложить и как действовать. Наличие капитал очень важного, оно еще может сделать тебя богатым. Вот это я тоже осознал в 2020 год. То есть 2020 год, прорывной год, год хаоса очень хорошо повлиял на мои мозги. Я понял, ценность капитала еще мощнее спустя 7 лет. Да, тогда я вот так понимал, сейчас я это понимаю вот так. То есть именно ценность капитала, то, что действительно есть у тебя есть капитал, ты царь. Не зря называют кэш оф кинг, да, те, кто владеет кэшем, они короли, типа у кого есть капитал, особенно в кризисах, а кризисы всегда будут. Обратите внимание, что в кризисах всегда люди богатели. И поэтому, друзья, если сегодня у вас небольшой капитал и вам тяжело дается его откладывать, я рекомендую вам все равно его откладывать и откладывать, откладывать. Будут, друзья, времена, когда у вас появятся возможности. Самое главное обучаться, получать финансовую грамоту, чтобы вы могли управлять не просто откладывать, но и управлять. И давайте сейчас поговорим о трех главных навыках по отношению к капиталу. Чтобы ранние сценарии у вас реализовались, то есть вы становились богаче, да, и не боялись ничего, вам нужно иметь финансовую грамотность, ну и нужно иметь три важных навыка по отношению к деньгам. Первый навык, навык это умение накапливать капитал. С этим навыком я столкнулся семь лет назад. Я приобрел, прочитав книгу «Самый богатый человек в Вавилон». Второй навык, это уже не простой навык, это научиться сохранять свой капитал. Потому что мы понимаем, что даже сейчас, если лежит у вас в кармане там 10-20 рублей, они имеют отрицательную стоимость и деньги в бумажном виде, они обесцениваются. Когда они в электронном виде, их можно положить на депозит, хоть как-то или на накопительный счет, потерю стоимости их и не снизить. То есть сейчас есть инфляция, но есть инфляция, а сейчас вообще есть гиперинфляция. И то есть нам нужно обладать вторым навыком. Это вообще, наверное, самый важный навык из трех, это научиться сохранять свои деньги. И правило инвестиций власти так, главное не терять деньги. А если вам удалось их сохранить, то вы их уже не потеряли. Даже если вы просто в каких-то консервативных инструментах держите свой капитал. Третий, это научиться приумножать. Второй навык я сейчас осваиваю. Вот я пришел на фондовый рынок, я считаю, что у меня получилось кое-как там где-то что-то сохранить. Я не потерял стоимость. Приумножать, да, может быть в 20-м году я заработал, но в 21-м году уже не так. При прочих ранах, я уже рассказывал, мне удалось примерно сохранить капитал, чему я рад. Главное, сохранять стоимость своего капитала. Настанет когда-нибудь такие моменты, когда наступит какой-то кризис или супервозможность, и вы воспользуетесь вам не удастся заработать, а удастся только сохранить капитал. Но вы будете дальше образовываться. Настанут, друзья, времена, когда вы сможете благодаря своим знаниям применить этот капитал из-за х2, х3, х4, х10. Может быть у вас будет 10 лет, допустим, рынки не будут падать, а вы будете просто только тупо сохранять. Но из-за того, что вы будете работать и откладывать постоянно, у вас капитал все равно в априори будет расти. Если вы научились управлять деньгами, научились откладывать и научились сохранять, то приумножение третьего навыка это вопрос времени и вопрос возможности. А возможность может в любой момент подвернуться. Вот как пандемия подвернулась, для кого-то это страх, а у кого-то капитал, для этих людей это возможность. Я понял одну вещь, что несмотря ни на что нужно всегда откладывать капитал. Даже если он сейчас не растет, а равняется уровню инфляции. Это не повод расслабляться. Поддерживайте, друзья, данный контент лайком. Надеюсь, он был вам полезен. Пишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, прав я, не прав, или может быть не стоит копить капитал, а может быть лучше сразу все тратить и не нужно откладывать жизнь сегодня, а завтра как-нибудь оно получится. Делитесь данным видео со своими друзьями, возможно, они еще до сих пор не откладывают капитал и это видео их побудит, заставит это делать. В будущем они скажут вам спасибо и мне тоже, что они это делали и в будущем обязательно, еще раз говорю, им предоставится возможность купить суперактивы по дешевым ценам. А если вы не подписались на мой YouTube канал, то подписывайтесь, здесь будет много всего полезного о теме денег, фондового рынка и инвестициях. Ну а с вами на сегодня был Фокин Евгений, всем пока, друзья, увидимся на просторах интернета, откладывайте капитал, инвестируйте и богатейте.